Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня такой новостной выпуск небольшой будет по поводу XRP. В общем, Эверест и Битсо у нас позволят конвертировать XRP в мексиканское PESO для переводов, и это тоже отличная новость. То есть, как видите, постоянно принимаются каждый день на регулярность новые какие-то новые трансграничные платежи. И Битсо, это ведущая криптовалютная платформа в Латинской Америке с более чем 5 миллионами пользователей, заключила партнерское соглашение с Эверест первым лицензированным охранителем криптовалют, предлагающим стеблкоины и XRP. Они будут использовать XRP, чтобы позволить получать мексиканцам средства в местной валюте. Партнерство позволит пользователям Эверест из Мексики получать средства от своих близких, проживающих в США, Сингапуре и Европе. Они сказали, что мы очень рады сотрудничать с Эверест, чтобы продолжить нашу миссию по созданию полезной криптовалюты, обеспечивая трансграничные платежи. Ну, в принципе, о чем я и говорил. Поэтому, также, они говорят, что собираются расширять свои предложения и обслуживать пользователей более чем в 40 странах. Ну, и XRP, естественно, будет таким посредником. И, как видите, вот официальный вот этот источник твиттеровский и, соответственно, XRP и другие криптовалюты также будут задействованы. Пользователи теперь могут конвертировать Ripple XRP в мексиканское PESA. Ну, опять же-таки, эту новость я уже показывал, в принципе. Самое интересное еще, что используется будет также биткоин в этих платежах. Ну, хотя я считаю, это довольно-таки слабенькое средство перевода, потому что там бывают платежи, могут задерживаться. Ну, посмотрим, опять же-таки, может, они что-то сделают с этим. Вот, поэтому, по поводу, соответственно, переводов. 243 миллиона XRP у нас переведены между биржами и неизвестными кошельками. 1 миллиард за эту неделю. И, соответственно, растущий у нас Odal опять продолжается. Ну, и, как видите, вот у нас вчера, получается, опять были переводы на сумму 15 миллионов долларов. Потом, соответственно, Vale Alert и, опять же, биржа Bitstamp здесь замешана. Потом на 11 миллионов, потом, соответственно, у нас на практически 19 миллионов долларов. Также более крупные движения у нас были. Соответственно, 30 миллионов XRP переведено. Это 11 миллионов долларов. Потом, соответственно, это 24 миллиона долларов за последние 24 часа. Потом еще были переведены 11 и 16. Ну, и, соответственно, были переведены, кстати, из BITSA. Совпадение не думаю, да? Только новость читали. И, соответственно, XRP-шки и киты между друг другом гоняют в неизвестный кошелек. Они были переведены. Тоже интересно. Бывший адвокат разработчиков в Apple, XRP Ledger, это просто работает, делал почти 10 лет. И Мэтт Гамильтон, бывший главный защитник разработчиков крупной финтекс-фирмы Apple, сказал, что XRP Ledger, чьим родным токеном является XRP, просто работает и работает уже почти 10 лет. И, на самом деле, прозвучали во время разговора с другим пользователем платформы микроблогов, который защищал биткоин и его решение для масштабирования второго уровня Lightning Network, ну, который как раз позволяет уменьшить комиссию за транзакцию и скорость переводов, то XRP Ledger, кажется, пользователь подметил, что принятие биткоинов делает бесполезной платежную сеть, построенную на базе XRP Ledger. Ну, я считаю, это бред, потому что биткоин даже сейчас будет долго переводиться, а XRP там буквально за 30 секунд можно перевести. И поставил под сомнение вариант использования криптовалюты, в то время как Гамильтон ответил, что варианты использования XRP – это одноранговые платежи, поскольку он был создан как лучший биткоин. И в ответ сказал, что с биткоинами деньги решаются, и что Lightning Network – это мгновенные децентрализированные платежи, в биткоинах бесплатные, и это трудно улучшить. Так что в конечном итоге не собирался делать XRP, лучше делать это быстро. В ответ Гамильтон указал на неудачную транзакцию в сети Lightning, из-за того, что, по его словам, было отсутствие уходящей ликвидности. Поэтому Lightning Network – это есть фундаментальный архитектурный недостаток, поскольку пользователям приходится надеяться, что у них достаточно ликвидности для маршрутизации своих платежей. Другой пользователь сообщил Гамильтону, что платеж на самом деле не прошел, потому что это была транзакция, которая была уже оплачена. Гамильтон возразил, что Lightning Network работает только в 95% случаев, XRP Ledger просто работает. Ну, соответственно, понятное дело, каждый топит за свое. Ну и бывший главный защитник Apple сказал, что просто перевести свои BTC в арестер XRP, поскольку он работал 100% времени в течение последнего десятилетия. И стоит отметить, что Гамильтон является известным быком XRP, который также сказал, что XRP Ledger был самой первой децентрализированной биржей и первым блокчейном, который позволил токенизировать активы. Вот, ближайшая траектория XRP может быть у нас предиктована, и давайте посмотрим. И, естественно, отказ от ответственности. Ну, никто ответственность нести не хочет, зачем тогда писать эту статью. Вот, XRP наблюдал временное колебание у нас. Потом, между тем, покупателям еще предстояло найти убедительное закрытие за пределами зоны предложения. Это у нас вот этот вот прямоугольничек. Ну и, соответственно, за последний месяц Альткоин несколько раз тестировал многолетний диапазон поддержки 30 центов, получается. Покупатели держались за свои позиции, чтобы заложить основу. Вот, поэтому, что еще здесь у нас? Отскок от уровня 036 позволил сходить в зону 040. Ну, опять же-таки, различный индикатор, но вывод какой, что учитывая бычий разворот на поддержке. Ну, сейчас я вам покажу этот в кавычках бычий разворот, о котором я говорил, что у нас падение все-таки продолжится в 036 доллара, а также установку бычьего флага и расхождение CMF. Покупатели будут стремиться продолжить постепенный рост на графиках. Ну, херня полная, потому что я сказал, что крупный капитал пойдет за ликвидностью. Индикаторы работают постфактум, поэтому надо смотреть на картину полностью, а не просто на какие-то индикаторы, надеяться, что тебе скажут будущее. Такого нет. Ну, кто верит в сказки, пускай верит. Там какие-то пересечения скользящихся и дних, там кресты смерти, там и прочую херь. Ну, можете дальше надеяться. Вот, в любом случае цели останутся такими же, как и обсуждалось. Кроме того, важно следить за движением биткоинов. Да, биткоинов именно, не биткоинов, а биткоинов. Вот. Для британских криптоинвесторов ожидается массовая встряска, поскольку регулятор стремится наложить ограничения на криптохолдинги. Также новость у нас вышла, что ведущий финансовый наблюдатель в Соединенном Королевстве настаивает на новой волне законодательства о криптовалюте. И новый закон вводит ограничения на сумму, которые трейдеры могут инвестировать в виртуальные валюты. Опять же-таки негатив подгоняется. Немножко негативчика, да, помимо позитивчика. И всего несколько месяцев назад высокопоставленный правительственный черновник объявил, что Великобритания собирается стать центральным криптохабом. Ну, вот это тоже интересная новость. С одной стороны, они запрещают, с другой стороны, не запрещают. По поводу цены XRP. В принципе, как я и говорил, пойдем мы собирать ликвидность. Ну, XRP уверенно пока держится, но я, в принципе, сомневаюсь, что он не пробьет вот этот канал. Я считаю, сделает он довольно-таки запросто, и можете не сомневаться. Поэтому, ну, если биткоин резко не развернется, конечно, но в целом то, что я вижу, биткоин пока что возят, возят, тянут резину. Видите, медленно вот так вот везут. Ну, и, соответственно, я уже показывал, что ему надо сходить с собой от ликвидность. Опять же-таки, это мое предположение. И, как бы, будет это ли будет, либо не будет, посмотрим. Ну, я думаю, скорее всего будет, потому что мы двигались в рост на пониженном объеме, в том числе бешеных каких-то объемов тут не было. И сейчас объемы падают, как видите. По Аде Кардана, вот, отчетливый был пример. Хотя, вы скажете, ну, как бы, вот здесь тоже были пониженные объемы, а потом мы подлетели. Нет, ну, может быть и такое, я же не отрицаю. Ада Кардана уверенно держится, но, как мы видим, объемы у нас падают, и они вообще никакие. Ну, и плюс, как бы, волатильность у нас тоже мелкая. Ну, Аду Кардана, в принципе, и сейчас можно покупить, если что. Ну, ролик не про Аду Кардана, но это так вам бонусом. Так вот, по XRP я подождал бы еще. Посмотрим, как мы будем вести себя возле этого уровня. Пробиваем и идем сюда, либо попытаемся затестить, и потом дальше валимся вниз, либо сразу падаем. Поэтому посмотрим. Я думаю, ликвидность, однозначно, крупный капитал захочет собрать, поэтому, как минимум, один раз еще. Может быть, и дольше будет возить. Поэтому посмотрим. Ну, опять же таки, если кто там вдруг боится, что цена улетит без него, можете хоть час заходить. Ну, а я подожду еще, хотя бы, когда мы вернемся на те же там 32, 30 центов, может, даже и ниже. Посмотрим. Поэтому все сейчас будет зависеть от биткоина. Наблюдаем за ситуацией. Всем удачи и всем пока.